Да, мы прослушали бессмертное произведение Людвига Ивана Бетховена. Все, наверное, умилились, настроились, вспомнили картинку знаменитого клипа на Ютубе, где музыканты по одиночке из толпы выходят, начинают группироваться, и в итоге потом вся площадь в восторге подпевает, подтанцовывает. В общем, все очень красиво, умильно, все в едином порыве, осененные общими ценностями, сопереживают гимном единой Европы. И, конечно, когда это слушаешь ушами постсоветского человека, один из первых вопросов, который приходит на ум, почему у них так все славно и замечательно, и почему мы в таком месте. Собственно, книжка, которую мы с Кахой Дудукидзе сделали, она отчасти отвечает на этот вопрос, почему мы находимся там, где мы находимся. И одновременно она, на мой взгляд, открывает окно в будущее, позволяет посмотреть, при каких условиях, ну, может быть, не мы, может быть, наши дети, саму частью нормального мира, забудут про все то, чем мучили наших дедушек, бабушек, пап, мам. Нас отчасти. Мне 44 года, я еще застал Советский Союз. Россияне сейчас переживают Советский Союз по второму кругу. А Украина переживает самый глубокий кризис за свою недолгую постсоветскую историю. И те уроки, которые Украина, активные украинские граждане извлекут из предыстории этого кризиса, из самого этого кризиса, из поиска ответов на вопрос, как же нам выйти оттуда, где мы находимся. От этого, ну, разумеется, зависит очень много. Прежде всего, зависит, застанет ли наше поколение, поколение наших детей, живущих сейчас в Украине, в России, и застанем ли мы то время, когда можно будет перестать думать о политике, о войне, можно будет заниматься творчеством, потому что ответы на какие-то те вопросы, да, экзистенциальные, которые стоят сейчас перед нами, будут давать те институты, которые мы построили. Да, и достаточно будет института суда, института свободной прессы, института политической конкуренции, настоящей политической конкуренции, для того, чтобы поддерживать систему в порядке, поддерживать справедливые правила игры, поддерживать основы для быстрого догоняющего роста, потому что, если Украина не начнет догонять Европу, не начнет догонять соседей, шансов у нынешнего поколения, 20-30-летних, наверное, не очень много. «Одак радости» Гиммельевого союза, неофициальный, это цитата, да, это цитата из выступления Кахи Пендукидзе двухлетней давности, с которым он выступил на школе для молодых либералов и либертарианцев из стран, из постсоветских республик, и он построил свое выступление на контрасте. Да, благополучная Европа, да, все внушает уважение, зависть, но как Европа к этому пришла? И, собственно, основная мысль Кахи была в том, что нынешний правовой порядок, нынешний экономический порядок Европы это результат многих веков борьбы. Многих веков борьбы, когда католики резали генотов, кальвинисты жгли еретиков, крестьяне поднимали крестьянские войны в германии нового времени, французы совершали свою Великую революцию. Иными словами, Европа пришла к этому через мучительные, кровавые иногда, иногда просто тяжелые процессы. И, наверное, если мы будем смотреть на сегодняшний кризис, как на продолжение вот этого общеевропейского процесса, движения к нормальности через борьбу, нам, наверное, будет легче искать правильные, во-первых, вопросы, подбирать к нынешней ситуации, и дальше уже искать правильный ответ. Все ли здесь присутствующих в общих чертах понимают, в чем основные жизненные достижения Кахи-Меднукица? Не все. Даже если и все, еще раз изложить, еще раз суммировать, это полезно, потому что, возможно, даст почву для полемики после того, как Шахеризада закончит дозволенные речи. Кахи-Меднукидзе это один из самых выдающихся постсоветских реформаторов, можно даже сказать, постсоциалистических реформаторов. Это, не побоюсь корявого слова, архитектор грузинских либеральных реформ. По некоторым экспертным оценкам, эти грузинские либеральные реформы это самое радикальное, что происходило с перестройкой экономической системы в любой из существующих стран мира за последние 50 лет. Это самая успешная история борьбы с коррупцией за последние, как минимум, два десятилетия. И, в общем, в этом смысле Кахи-Меднукидзе стоит в одном ряду с такими выдающимися историческими реформаторами, как Лешик Бальцирович, Егор Гайдар. Если брать глобальную картину, то это Маргарет Петчер, это новозеландский реформатор Роджер Дуглас. На самом деле совсем немаленькое достижение для выпивца из, скажем прямо, отсталой, перекошенной даже по меркам советской экономики республики. Как ему это удалось? На самом деле, конечно, говоря о том, что Грузия была отсталой во времена Советского Союза, я сознательно заостряю и, может быть, утрирую. Конечно, грузинская интеллигенция, грузинская культура это не миф, это действительно довольно интересный феномен, когда на периферии Большой империи возникают какие-то свои серьезные, скажем так, очаги сохранения культурного наследия, открытости к миру. Родители Бельдукидзе из, что называется, из хорошего общества, оба ученые, папа математик, мама скорее гуманитарий, этнолог, антрополог. Каха в первую часть своей жизни делал карьеру ученого, он закончил биологический факультет Белийского университета, потом учился в аспирантуре МГУ, потом работал в 80-е годы в научно-исследовательских институтах под Москвой, в Москве, был настоящим ученым, зарегистрировал несколько патентов, сделал несколько публикаций в серьезных научных журналах, то есть по советским меркам это был очень успешный молодой ученый, который в конце 80-х, когда в Советском Союзе началась либерализация, начал решать конкретную производственную задачу, найти дополнительные источники финансирования, чтобы платить сотрудникам своей лаборатории конкретно одной сотруднице на 10 рублей больше, чем был ее оклад. Так Каха потихоньку втянулся в бизнес с присущей ему системностью в какой-то момент сосредоточился полностью на бизнесе и сыграл одну из ключевых ролей в трансформации советской тяжелой промышленности в 90-е годы, участвовал в приватизации, он построил серьезный холдинг в спире тяжелого машиностроения, знаменитый Уралмаш вошел в его машиностроительную перь, я познакомился с Кахой в 2004 году, когда работал заместителем главного редактора газеты ведомости. Каха стоял на пороге своей, наверное, самой славной страницы в своей биографии, но об этом еще никто не знал, он как раз готовился к тому, чтобы провести слияние своего холдинга с другим крупным машиностроительным холдингом в России и приехал к нам в редакцию у нас была большая трехчасовая беседа, собрались все редактора, собрались репортеры, которые интересовались теми темами, по которым могли получить ответы от Кахи Петутидзе, который к тому времени был уже достаточно известным не только бизнесменом, но и общественным деятелем, в частности он был очень успешным главой бюджетного комитета Российского союза промышленников и предпринимателей, он внес серьезный вклад в налоговую реформу, в реформу валютного регулирования, в либерализацию валютного регулирования. Прошлым летом, вспоминая вот эту борьбу за то, чтобы сделать рубль полностью конвертируемым, мы пришли к выводу, что в принципе тот закон, который пробил, продавил Каха-бендугидзе в России, можно просто перевести на украинский язык и провести через Раду, и это будет хороший закон, который позволит Украине, украинцам не чувствовать себя частью какого-то очень странного зазеркального мира, где на любую операцию, почти любую операцию с иностранной валютой нужно разрешение, справки, то есть с точки зрения валютного восполнодательства конечно Украина очень сильно отстала и от нормальных стран, и от стран, которые вместе с ней после распада Советского Союза только начали свой путь к нормальности. И это перескакивая через грузинский этап реформ, сразу переходя к этапу вовлеченности бендукидзе в украинские пока еще не реформы, а подготовку к реформам, подготовку общественного мнения к тем реформам, которые все равно придется провести. Даже если представить, что Владимир Владимирович Путин завоюет Украину, нефтяных денег в России нет, и Владимир Владимирович Путин проведет реформы, потому что иначе просто цифры не бьются. Но, конечно, дело части украинцев самим провести эти реформы и самим пользоваться их плодами. Каха подключился к выработке нового про-реформаторского консенсуса, до которого даже сейчас еще очень далеко. Консенсус в Украине практически сразу же, буквально через несколько недель после победы Майдана в начале марта прилетел в Киев, чтобы выступить на чрезвычайном экономическом саммите, на который собралось еще несколько выдающихся реформаторов из Восточной Европы и даже Скандинавии. И, собственно, весь 2014 год Каха тратил очень много сил, времени, нервов для того, чтобы, во-первых, Каха не стеснялся называть ее еще своими именами и, собственно, сейчас будет принимать статус, чтобы объяснить украинцам, в какой они находятся жопе, в какой мы находимся жопе, с одной стороны, а с другой стороны сформулировать те меры, которые позволят наконец перестать оттягивать неизбежное и начать жизнь посредством, что является абсолютно необходимым недостаточным, но абсолютно необходимым условием для того, чтобы закончить вот этот длинный путь экономического неуспеха, который, собственно, Украина переживает на протяжении уже третьего, считайте, десятилетия. В чем выражается этот неуспех? С одной стороны, я считаю, что статистика, которая говорит, что украинцы сейчас живут хуже, чем при Советском Союзе, это лукавая статистика, потому что тот заболовой внутренний продукт, который сама концепция, она была не предусмотрена, не предназначена для оценки благосостояния в социалистической экономики, в командной экономике, в экономике как экономика Украинской СССР на 50 или на 40 по самым минимальным оценкам, заточенной на подготовку к войне. То есть промышленность, тяжелая украинская промышленность, она это была как минимум наполовину придаток военно-промышленного комплекса, советского военно-промышленного комплекса, крайне расточительного в ресурсном плане, не знавшего никаких ограничений, в отличие от так называемой легкой промышленности. И понятно, что после того, концепция войны со всем миром приказала долго жить вместе с советской идеологической империей, все то, над чем работали как минимум два поколения граждан Украинской Советской Социалистической Республики, ну, по сути, превратилась в груду железа, которую еще нужно, которое еще нужно придумать предназначение в новой мирной жизни. В жизни, в которой, собственно, целью государственной политики является обеспечение условий для максимального развития человеческого потенциала, человеческого капитала. Понятно, что с такой перекошенной структурой экономики выход не был легким. С одной стороны, с другой стороны, в отсутствии тех страшных, действительно чудовищных по мировым меркам оборонных расходов, даже уменьшившийся, как любят выражаться, экономисты пирог, он все равно, с точки зрения благосостояния, все равно то, что достается каждому человеку или средним жителям Украины, все равно больше, чем в байонизированной экономике. Но, тем не менее, факт остается фактом, что Украина, в отличие от почти более, чем трех десятков стран, которые в конце 80-х, начале 90-х годов решила переходить, или даже не решила, а начала переходить от социализма, от командной экономики кромочной, Украина аутсайдер по темпам экономического роста. То есть, на сути, что-то в эти два десятилетия сдерживало развитие. Диагноз Пендукидзе был достаточно простой. Украина одна из самых, если не самая, нереформированная страна из тех, что он видел. А видел он много. Видел и хорошо знал и проблематику восточноевропейских стран, и, конечно же, России, и, конечно же, Грузии. После того, как он ушел с государственной службы в Грузии в 2009 году, помимо создания и работы в своих частных университетах, свободном и оградном университете, он довольно много ездил по миру, консультировал в том числе африканские страны, и даже на фоне Руанды все помнят про 90-е годы, про геноцид Тульси, даже на фоне Руанды Украина в 2014 году была гораздо менее реформированной страной. Что значит реформированная страна, что значит реформа? Слово реформа в значительной степени девальгирована, потому что реформами называют повышение пенсии, увеличение социальных пособий. Я предлагаю в нашем дальнейшем разговоре придерживаться такого очень простого примитивного определения слова реформа. Реформа это все то, что освобождает творческий потенциал людей, компаний, предпринимателей, и позволяет им без мелочной опеки, без опасений со стороны криминала, со стороны государства, воров, подгитов, несправедливый конкуренция с использованием административного ресурса, позволяет брать на себя ответственность за свое будущее, брать на себя ответственность за то, что те риски, которые я несу, несу я. Я не претендую на то, что прибыль достанется мне, а убытки будут национализированы, размазаны ровным слоем среди налогоплательщиков. Вот это реформа. И в этом смысле, конечно, Украина страшно не свободная страна, она, к сожалению, остается такой до сих пор. И, собственно, наверное, главное, что сделал Кахо Бездукидзе в 2014 году за 10 своих приездов с марта по октябрь по началу ноября 2014 года. Это оперирование к обществу, оперирование к группам интересов, к ассоциациям, к активистам, к студентам, к предпринимателям для объяснения того, где и насколько глубоко мы находимся, насколько глубоко мы погрязли в нашей уникальной ситуации и что с этим нужно делать. На самом деле я рад, что книжка, которую мы делали с Кахой, вышла сначала в Украине и только может быть через месяц она выйдет в Россию, потому что в этом есть некий символизм, потому что как мне кажется, как я убежден, Украина это та страна, которая может в наибольшей степени сейчас использовать тот опыт, те выстраданные и хорошо продуманные, проработанные, проверенные, протестированные на практике знания, которые принес Мундукидзе сюда. страна, Я позволил себе суммировать тезис на основные мысли, которые в этой пятисот с чем-то страничной книге в том или ином виде содержатся. Прежде всего нужно понимать, что Украина в своем нынешнем состоянии это страна банкрот, страна, государство, в которой не способны выполнять самые базовые функции, которые вообще есть у государства. Какие базовые функции государства? Меня назовет куда-нибудь? Защита жизни и собственности. Безопасность людей. Это ваше извращенное либертарианское. А вот по-простому кто мне скажет? Что базовые функции государства это что? Давайте просто ну это важно чего мы хотим от нашего государства? Чего мы от него ждем? Чтобы не мешало. А пенсию покоется. Нет, чтобы не мешало. Что еще нет, это отличный ответ. А есть другие ответы? А пенсию покоется. Либертарианец надел на себя личину не либертарианца. Обороти. Обороти. Да, на самом деле я рад, что есть понимание, что базовая функция государства это защита жизни и собственности. Не осчастливливание всех и вся. А просто обеспечение какого-то базового уровня консенсуса в обществе. ты должен знать, что тебя не убьют ни свои бандиты, ни внешний агрессор. Поэтому тебе нужна сильная армия. Либо правильная конфигурация оборонных внешнеполитических альянсов, либо и то, и другое. Тебе нужна некоррумпированная полиция, тебе нужны суды. Вот три базовые функции. В общем, как Украина справляется с этими функциями, все прекрасно понимают. Базовые функции фактически исполнялись до 2014 года по остаточному принципу. А что про те функции, которые вроде бы наверное не так уж и обязательно государство выполняет. социальная защита, социальная помощь, перераспределение через бюджет волового внутреннего продукта. В этом смысле казалось бы Украина очень большое, очень серьезное государство. В прошлом году 53% было перераспределено через бюджет. Это уровень до Финляндии не дотягивает, то есть до каких-то таких исключительных примеров скандинавского капитализма, скандинавской модели капитализма. Но это существенно на 10 с лишним процентов больше, чем Польша, где, как мы понимаем, государство гораздо эффективнее выполняет свои функции. Чем в Балтийских странах, там еще ниже уровень перераспределения через бюджет. Получается такой страшный расточительный банкрот, который не может собраться в пучку даже для того, чтобы выполнять базовые вещи. А может быть все-таки есть какой-то третий путь, может быть не нужно в Украине, которая в каком-то смысле более или менее, может быть, экономически не очень успешно, но с точки зрения политического клюрализма, с точки зрения гражданского мира, все-таки прожила это 23-летие после распада Советского Союза, как минимум успешнее, чем Россия. С точки зрения демократических институтов, с точки зрения внутригражданских конфликтов, Украина до 2014 года была, конечно, гораздо более успешной страной, чем Россия, потому что в России были сеченские войны, в России как мы понимаем, нет абсолютно никакой политической конкуренции в последние 15-18-13 лет, возьмите любые, можно взять 96-й год за точку отчета, можно взять 2000-й, можно взять 2003-й, в принципе, я думаю, любой современный человек понимает, что без подотчетности власти наивно рассчитывать на то, что власть действительно будет эффективной. можно ли как-то чуть-чуть вот эту украинскую модель подправить, выкинули самых одиозных воров, выкинули Януковича, выкинули братьев и почистили немножко региональную элиту, стали красть с откатами не 50%, а 30%. Опыт 2014-го года показывает, что попытка сохранить эту систему, попытка отстоять эту удобную для чиновников и для эффективной политической элиты модель, когда за счет большого перераспределения можно даже не имея нефти очень хорошо жить, очень хорошо воровать не людям, не гражданам, а политикам и руководителям страны. В общем, мы видим, что это не работает. Мы видим, что попытка усидеть сразу на нескольких стульях ведет к плохим результатам в плане денежной политики, спасибо МВФ в очередной раз подставил плечо в девятый уже раз Украина, кстати говоря, рекордсмен не знаю мира или Европы точно по количеству программ, которые заключались с МВФ сейчас уже в ходу девятая программа, а каждая программа это по сути свидетельство кризиса переживания этого страны. Хорошо, сохранить это не получится, эту систему не получится, вполне вероятно, что этот процесс осознания, понимания путем потерь еще не завершен, вполне возможно и я считаю, что более вероятно, что очередной спасительный круг, который нам брошен был МВФ в феврале этого года это просто для украинского политического класса, для украинского правительства очередной предлог отсрочить проведение реформ, которую все равно придется проводить, но уже на более низком витке экономического развития. Но тем не менее, надо понимать, что нас ждет допустим в 2015 году, в который страна войдет уже как беднейшая страна Европы, беднейшая, чем Молдова, может быть не беднее, чем Косово, но Косово есть вопросы. Собственно, на самом деле никакой велосипеда изобретать не нужно, нужно сделать то же самое, что сделал Балцерович в Польше, что сделал, кстати говоря, кабинет правительства Кучма, не будем вдаваться персоналии, в конце 90-х, нужно провести макрофинансовую стабилизацию, то есть просто научиться жить по средствам, тратить столько денег, сколько можно, не подрывая основы для экономического роста, собрать с экономики. При этом просто жить по средствам это хорошее, необходимое, но недостаточное условие. 2014 год показал, что очень плохо быть отстающей страной, если ты отстающая страна, то, как сказал руководитель соседнего государства, процитировав Сталина, слабых бьют. Вот, собственно, в 2014 году этот товарищ Путин, собственно, и показал, что бывает со страной, которая экономически слаба, у которой слабы или отсутствуют базовые государственные институты. Как страна может от этой слабости избавиться? Нет вообще никакого другого способа, кроме как быстрый и устойчивый экономический рост. Для того, чтобы Украине перестать быть уязвимой даже в плане внутреннего мира, и в плане внешней безопасности, в стране должны быть созданы условия для роста на 8-10% экономики на 8-10% в год в течение 10-15 лет. Это при условии, что Украина выйдет на эту траекторию, к концу десятилетия граждане Украины начнут уже вкушать плоды реформ, перестанут чувствовать себя людьми второго сорта по сравнению с соседями, которые на текущий момент в 2-3-4-5 раз по качеству зрения были поднодушены усиления. У нас 15 минут осталось. Сколько? 15. Вот. Значит, последний момент, вы такая благодарная аудитория, что я просто готов говорить еще наверное часа, полтора. Вот. Значит, как этого добиться? Здравствуйте. Отлично. Значит, человечество ничего не придумало лучшего, чем низкие налоги и, собственно, борьба за налоговую реформу, это, собственно, ключевой индикатор того, двинется ли Украина в этом году в правильном направлении или вот этот вот необходимый момент серьезных, да, действительно сущностных реформ будет перенесен на более отдаленное будущее, когда просто уже гораздо более в гораздо более трудной ситуации уже просто невозможно будет поступать никак иначе. Насколько реалистичны эти ожидания? Наверное, это зависит в том числе от вас, от людей, которые ходят по улицам, от бизнеса. мы видим, что смена элиты в Украине не закончена. В моем понимании те, кто правит Украиной сейчас, это часть той домайданной элиты, самая одезная часть разъехалась, разбежалась, сейчас от власти пришли лучшие из худших. Может ли вот эта как бы лучшая часть очень плохой, очень некачественной элиты заложить эти основы экономического роста, или это будет уже происходить при более радикальной смене элиты. Мы с вами увидим. Единственное, что вселяет в меня надежду, это то, что все-таки нынешний политический класс более или менее, не полностью, конечно, но какая-то часть его хорошо понимает, что без результатов украинский народ не будет долго терпеть эти лица во власти. И, соответственно, здесь возможен такой вот позитивный контур взаимодействия, когда политики, не потому, что они ангелы, а просто потому, что они чувствуют ясно, внятно сформулированный запрос общества, они начинают реагировать правильно и начинают откликаться на запрос, который есть на политическом рынке. И, собственно, наша страх и книжка, как мне кажется, это попытка внести вклад в формирование такого правильного спроса, в спроса на самостоятельность, на то, чтобы государство сосредоточилось на том, что оно и так плоховато делает, но без чего бессмысленные и серьезные инвестиционные планы и любые личные карьерные планы. Вот поэтому, мне кажется, что эту книжку стоит читать и я готов отвечать на ваши вопросы. Ты читаешь, только у вас не пришли лучших из худших? Вы считаете, возможно повторение 2005-го? Или 2014-го? Ну, мы уже значит, 2005-й это то есть на самом деле 2005-й это 2014-й, да, если сравним, да, то есть в принципе, конечно, 2014-й год был для реформ потеян, да, и то есть мы повторение 2005-го уже пережили. Да, вопрос, что будет возвращение никому режима, от которого в 2004-м году ушли? Будет ли реванш в интерьер? Ну, вернее, попытались идти в 2004-м, вернулись, в 2014-м опять попытались идти, и сейчас? Мне кажется, что сейчас общество гораздо более активно, чем после первого Майдана, просто потому, что уровень доверия к выбранным лицам, во-первых, ниже, к спасителю Ющенко, то есть уже никто не видит ни в президенте, ни в вере спасителя, их видят людей, которых нужно, как говорится, пасти, контролировать, не давать им сваливаться в старые грехи, вот, в этом смысле, конечно, ситуация отличается в лучшую сторону. Удастся ли быстро их вразумить, будут местные выборы, местные выборы покажут, что там, скажем, часть правительственной коалиции уже полностью потерял то доверие, которое было в случае в год назад. Кто-то получит прибавку, соответственно, будет политический процесс, более живой и, на мой взгляд, я надеюсь, более конструктивный, чем вот это перетягивание канатами между оранжевыми и белыми-голубыми в страшно коррумпированной стране в политическом цикле 2004-2008 годов. Хотели бы начало обучить какую реформу воинную страну? К сожалению, такие организации, как Международный валютный фонд и достаточно слабая их местная команда не способствует тому, чтобы правительство осознавало свою ответственность за судьбу страны. Поэтому если там не вдаваться в какие-то частности, ой, провели конкурс на 3G, ой, там убрали 10 лицензий, ой, там еще что-то сделали. Можно сказать, что по большому счету ничего серьезного в плане реформирования страны за после майдана 14-15 месяцев мы не увидели. Нету их реформ. В этом году повторюсь, необходимо навязать правительству серьезную дискуссию вокруг налоговой реформы, потому что пока как мы видим никаких попыток того, чтобы что-то серьезно поменять не происходит. По последнему назначению мы видим, что издевательство над людьми и здравом смыслом продолжается. я не буду называть это налоговым майданом, но серьезная гражданская компания, серьезная компания со стороны бизнеса. Никто в этой стране не платит налогов, никто не платит налогов, начиная с президента до последнего получателя зарплаты в конверте. Страна так не может существовать, когда по сути все должны сидеть в тюрьме. Поэтому декриминализация Украины, декриминализация граждан Украины за счет снижения серьезного снижения налоговых ставок и одновременного сокращения конечно расходов. Просто другую альтернативу для того, чтобы почувствовать себя нормальными людьми в нормальной стране я не вижу. Вчера обещали налоговый кодекс до конца года. Ну если вы обратили внимание, налоговая реформа уже проводилась трижды под руководством премьер-министра Ициня Всякий раз это было по сути увеличение налогового времени Всякий раз называлась налоговой реформой Ну в общем это обман совершенно беспреспективная политика дамы. А вы говорили с Кахой о том, какую поправку вносит военная ситуация в стране? Ну конечно Каха не какой-то академический профессор да. Он абсолютно приземленный человек Да, нет, и разумеется, разумеется, там, как в анекдоте про сову, что я стратег, а как вы мыши там будете учиться летать, это там ваша мелкая конкретика. Нет, на самом деле тут абсолютно не нужно себя обманывать, и Каха об этом говорил, что да, с одной стороны проводить реформы, которые там затрагивают какие-то группы населения во время войны, это нелегко, не просто тяжело, но если этого не проводить, то просто война будет проиграна. Я попробую переформулировать вопрос. То есть это вносит какие-то коррективы, это меняет порядок, в котором нужно проводить реформы, это означает, что реформы должны проводиться в более сжатые сроки. Последовательность реформ, это я просто почти цитирую дословно Каху, последовательность реформ или приоритизация реформ, это глубоко ошибочная концепция. Каха был убежден, что реформу нужно стараться делать сразу все, до которые доходят руки. При этом война скорее даже добавляет аргументов реформаторов. это реформатор. То есть на самом деле конечно как можно было упустить шанс после победы Майдана на то, чтобы сказать ребята злочинная влада нам оставила просто разворовала всю страну. Да, нам сейчас всем придется много и мучительно исправлять собственную ошибку, потому что это народ Украины избрал эту злочинную владу и терпевает. и это отличный повод и правильный как бы правильная обертка для того, чтобы делать реформу. Страна в опасности, страна на грани. Война тоже самое, ведь если экономика будет продолжать падать, в этом году она по оптимистическим прогнозам упадет на 7 процентов, а как финансировать оборонные усилия? Как? Да, все для фронта, все для победы. И соответственно реформы, которые прочищают, убираются эти тромбы, убирают финансирование каких-то расходов, которые условно говорят, в Украине есть достаточно серьезное финансирование высшего образования. Сколько в Украине действительно серьезных вузов, которые дают... полезного действия стремятся к нулю? Вот, ну, то есть государство с высшим образованием уже сделало все, что могло, да, оно просто запустило до такой степени, что теперь это можно только отпустить на какие-то рыночные основания, и рынок пускай же сам разбирается, да, то есть вот какого-то мягкого способа здесь здесь не будет, да, это мы все должны понимать, и, да, то, что подается к рекламному образованию, это попытка, там, затянув пояса, продлить жизнь той же самым жизнеспособной системе, это не будет работать. Скажите, что Кахи считал главной ошибкой грузинской команды, почему они проиграли? У Кахи был достаточно философский взгляд на эти вещи. Во-первых, он с 2009 года не был частью кабинета, да, при том, что там правительство с ним активно советовалось, но чем дальше, тем серьезнее расходились как бы курсы. В 2012 году, например, за полугода до выборов премьер-министром в Грузии стал Вану Миробешвили, автор реформы полиции и милиции, совершенно выдающиеся реформы, конечно, и что стал делать Рубешвили? Он, по сути, выдвинул большую, выкатил огромную расходную программу, то есть по сути, отойдя серьезно от того либерального курса, и это не помогло. на самом деле такой золотой век грузинских реформ, когда действительно сделано было очень много, более или менее в 2010-2011 годах завершился. Дальше уже пошла попытка просто закрепиться во власти, в том числе с помощью, прямо скажем, популистских программ. Это не помогло, это не помогло, и Вану Миробешвили сейчас сидит в тюрьме по однодуманным обвинениям, но тем не менее. Объяснение в Кахе, какие-то частные ошибки, я бы даже на них не стал останавливаться, потому что когда ты что-то делаешь, причем делаешь активно, в больших масштабах, ты будешь ошибаться много, ты можешь ничего не делать, тогда у тебя не будет ошибок, хотя нынешнее правительство Грузии особо ничего не делая, уже завело страну в достаточно плохую ситуацию. У Кахи было достаточно оптимистически с точки зрения исторической перспективы оценка смены власти. Во-первых, говорил он, никто не приходит к власти навечно, даже диктатур, во-вторых, для Грузии это была первая вообще мирная передача власти, то есть собственно самый большой успех команды Саакашвили, которая пришла к власти с помощью революции, было то, что она фактически возглавляла и успешно возглавила так называемый демократический переход, транзишн, переход к модели, когда власть меняется с помощью выбора. Это большое достижение на самом деле. И в-третьих, если мы посмотрим на восточноевропейский опыт, мы видим, что градус политической борьбы в Польше, в Словакии, в Чехии, несмотря на то, что это все очень успешные страны, там градус очень высок, и смены власти там тоже происходит, несмотря на то, что Дзюринда и Иван Миклаш провели просто супер успешной реформой в 97-м 2000-х годах, после тех же самых двух сроков, тех же двух каденций, они потеряли власть, сейчас находятся на позиции. То есть приход идиотов к власти после реформаторов это просто такая универсальная вещь, она происходит везде. Ну и в Украине произойдет, просто в Украине к сожалению сейчас да, сначала давайте сначала добьемся да, бы реформаторов увидеть, а дальше ну с идиотами как-то уже справимся, если действительно будет другой реформ. Потому что грузины, вот грузинская нынешняя власть, они там потихоньку портят, гадят, но по большому счету реформы оказались настолько успешными, настолько глубокими, что каркас остается. В Словакии то же самое, да, там портят, гадят, но каркас остается. И вот это вот как бы с Кахой у нас там есть разговор по-моему 12-го года про необратимость реформы, да, и мы с Кахи что нужно, чтобы на стороне необратимости была не какая-то безличная сила, а был народ, который не хочет, чтобы при новой власти опять повысили налоги, опять стали играть взятки, да, то есть надо, чтобы народ почувствовал теплоты и реформы, был готов за них сражаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.